Анатомическим пинцетом вы держите краешек вашего трансплантата будущего и начинаете забор либо скальплен C15, либо обоюдоострым лезвием, каким вы привычно любите работать больше. Всегда от медиальной поверхности трансплантат это более удобно и вы можете визуально контролировать поверхность которую вы препарируете, забирая вот таким вот образом трансплантат. Продвигаетесь постепенно параллельно не оба параллельно осей зуба, доходите до дистальной границы, до дистального вертикального разреза. Вот собственно забор трансплантата закончен. Вы его переносите в физиологический раствор подготовленный ассистентом. Ушиваете донорскую зону, если донорская зона небольшая, то ее очень удобно ушить крестообразными матрасными швами. Укладываете или не укладываете по вашему желанию губку коллагеновую и выполняете крестообразные швы. А от края зубов сколько отступает? От края зубов? Ну в области маргинальной десны вы же не можете сделать вкол. Да? Я имею в виду при заборе. При заборе 2 мм. Как положено, да. 2 мм. У вас 1,5 мм, как правило, это маргинальная десна, и там у вас дальше, ниже у вас начинается уже собственно прикрепленная десна, соединительная ткань неба. Поэтому вы отступаете 2 мм. Это же в области 6-7 мм. От 2-го премоляра до 2-го моляра. До дистальной. Романмайер полотенали находится в области межзубного сосочка 6-го и 1-го моляра и 2-го моляра. Романмайер полотенали находится в области межзубного сосочка 1-го премоляра и 2-го премоляра. Так, классическим. Может, оно, конечно, отклоняться индивидуально у каждого пациента. В общем, так, где оно должно быть. На самом деле, когда вы делаете небную анестезию, сразу становится видно, где находится это сплетение, и его границы при введении анестетик, они прям четко-четко заметны. И это очень помогает при работе, при уже моделировании, да, вот этого трансплантата. Фиксация всех видов трансплантатов происходит либо проставлено узловыми швами, швами на вожжах, это при тоннельной методике и при методах кармана, это удобный метод для фиксации трансплантата. Также он прижимающий крестообразный матрасный швов обязательно накладывается, и П-образный тоже он прижимающий, это все виды швов, которые не проходят через сам трансплантат, вот нижние два, они именно выполняют функцию прижатия максимального для того, чтобы избежать вот эти вот мертвые пространства в области трансплантата, в области принимающего ложи при фиксации трансплантата. При длинных протяженных дефектов можно ушить непрерывным швом, при методах конвертной мышеловки непрерывным швом ушивают, это примедляя окна, как правило, крестообразным или прямыми матрасными швами. В общем-то, использование коллагеновой губки или гемостатической губки приветствует, это облегчает постоперационное течение для пациента. Питание свободного дефектового трансплантата. Первые трое суток, оно происходит диффузно от принимающего ложи с образованием сосудистых коллатералей и анастомозов. Поэтому первые трое суток у пациента охранительный режим по приему пищи, по гигиене индивидуальной, по каким-то нагрузкам артикуляционным, если это артисты, педагоги, люди, которые в силу своей профессии вынуждены много разговаривать. Тут все, где может травмироваться принимающие ложи или нарушится питание какое-то, должно быть нивелировано. Максимальная толщина для восстановления питания, которой достаточно, это полтора миллиметра, это толщина трансплантата. Но даже если он будет миллиметром, он все равно выживет. А теперь мы поговорим о том, нужно ли забирать очень-очень толстые трансплантаты, свободные десневые. Вот есть исследование, что до 3 миллиметров способно диффузное питание восстановить анастомозы. Все, что выше 3 миллиметров, может погибнуть. И зачастую мы очень часто наблюдаем, мы поставили такой добрый, хороший трансплантат в хорошие условия, и вдруг его поверхность, определенная часть покрывается фибринозным налетом. Начинают происходить какие-то не очень благоприятные изменения с ним в послеоперационном периоде. Иногда под этим налетом та часть трансплантата, которая выжила, которая образовалась анастомозы, коллатерали, остается. В этот период самое главное, ничего не трогать. Не надо стремиться удалить этот трансплантат быстро, убрав что-то, начать объяснение пациенту. Вы ждете все равно 2-3 недели для того, чтобы рана очистилась, фибринозный налет ушел. Обработка вся та же самая, соблюдение индивидуальной гигиены, асептическая обработка, нанесение кератопластических средств. И вот применение иногда слишком толстых трансплантатов, не покрытых слизистым кастичным лоскутом, к сожалению, ведет к таким фибринозным некротизированным налетам. Иногда, в очень редких случаях, трансплантат может погибнуть. Но, как правило, нет. Я остановилась на этом только для того, чтобы вас это не пугало, когда вы это увидите в полустир того пациента. Это не повод для паники, это повод о том, чтобы задуматься, что, может быть, не надо такой толстый трансплантат выставить. Питание деэпитализированного трансплантата, оно происходит в более комфортных условиях. Оно диффузное от принимающего ложа, с образованием сосудистых коллатералей и анастомозов, и от надкосницы слизистого кастичного лоскута, которое перекрывает весь трансплантат. Конечно, выживаемость трансплантата в таких ситуациях 98%. Для того, чтобы умер трансплантат в таких условиях, очень-очень должны быть какие-то негативные факторы. Может быть, со стороны пациента зачастую, а не с вашим. Вот пример коронального смещения. Клинический случай. Третий класс по мейлеру с абразией в области корня. Цементно-эмалевая граница должна быть вот здесь. То есть, здесь абразия и эмали, и дентина, и цемента зуба. Отсутствие одной третьей высоты межзубного сосочка, диастально связано это с адентией у пациентки. И в третий класс отсутствие прикрепленной десны, свободная десна переходит в макогенгевальную границу. Что здесь есть благоприятного из всего этого? Это хороший, высокий и достаточно плотный медиальный межзубной сосочек, который нам, в общем, и позволил благоприятно решить эту ситуацию, хорошо зафиксировать свободный десневой депитализированный трансплантат и зафиксировать слизно-косничный лоскут, перекрывающий его. Это дизайн разрезов, измеренная высота, глубина рецессии, отложенная от вершины межзубных сосочков. Выкраивание лоскутом. Депитализация. Вот она, видите, как происходит, просто скальпелем. Депитализация, а потом можно либо какими-то кусачками парадонтологическими или ножничками дочистить это, если где-то не все получилось убрать, не весь эпителий. Не глубоко, только на уровне эпителия, так же, как происходит депитализация свободного десневого трансплантата. Обработка поверхности корня, это кире там, особенно зоноспецифическая, забор трансплантата. Андрей, Ваш вопрос. Вот видите, проведена анестезия в области неба. И сразу очень хорошо заметно, где находится граница сосудистонервного пучка. А вот, смотрите, вот плотная соединительная ткань, а вот эта, она просто более рыхлая, она вообще цвета другого даже. Чем интересен данный курс? Мы с Вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической, города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот, и могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, годы через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше! Я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и нестоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз с днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Снелеков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.